Всем привет, ребят! С вами я, Лера, и сегодня в этом видео я хочу рассказать вам об уроках, которые я вынесла, обучаясь на первом курсе химического факультета, а также о навыках, которые я приобрела. Первое, что я для себя открыла, это умение работать в команде. Сегодня мы делали эксперименты по парам, то есть нужно было распределять обязанности друг с другом, между собой, и чаще всего у нас эксперименты проходили удачно, всё получалось, потому что кто-то размышлял, как поступить, кто-то в этот момент смешивая активы, и, в общем, с помощью рассуждений и практических умений эксперименты проходили удачно. Также, за что я очень благодарна своему вузу, это за то, что он научил меня не бояться сцены, то есть в один прекрасный день я готовилась к устному ответу по биологии. Также скоро должно было быть у нас публичное выступление в качестве зачёта по предмету коммуникативной технологии профессионального общения, и во время подготовки к нему, своим репетициям дома, также при подготовке к ответам на биологию и при самих ответах на биологию, я всё больше переставала бояться выступать публично. Так вот, о чём я уже начала говорить. В один прекрасный день я что-то совсем приуныла и сказала себе «Неужели ты хочешь просидеть в тени всю свою жизнь?» И после этих слов мне стало до слёз обидно, и я сказала себе, что «Нет, я так не хочу, что я понимаю, что внутри я, наоборот, хочу выступать перед публикой, мне это нравится!» И, в общем, наступил тот момент, когда пришлось выбирать между своей мечтой тем, что я хочу, и страхом. Как я себе говорю, «Неужели твой страх помешает тебе?» Ты же реально хочешь на самом деле выступать на сцене, не нужно это отрицать. Ты хочешь, чтобы тебя люди слышали. Поэтому вот после той фразы, которую я себе сказала, я сказала «Нет». И потом я хорошо ответила на биологию. И во время моего публичного выступления на КТПО, буду сокращённо называть этот предмет, мне даже преподавательница сказала, точнее, она спросила, волновалась ли я, потому что по мне вообще не было видно, что я волнуюсь. Я сказала, что мне очень приятно слышать эти слова, но и сказала, что немножко всё-таки волновалась, переживала. Хотя на самом деле нужно было видеть до того, как я зашла в аудиторию, что мне это просто трясло, мне было холодно, переживала. И после этого выступления, мне кажется, я изменилась в лучшую сторону. Я начала потом на той же математике, которая мне очень у нас нравится. Я начала поднимать руку очень часто, почти на каждой паре, начиная с того момента. Я стала поднимать руку, выходить к доске. И для меня это был большой шаг вперёд. Надеюсь, дальше будет только лучше. В общем, могу сказать спасибо также преподавательнице по этому предмету и самому предмету за то, что у меня вот это финальное публичное выступление помогло раскрыться, и ответы на биологию тоже, потому что чем чаще мы отвечали, тем больше шансов у нас было получить автомат. И я старалась его получить, поэтому его я и получила. И, в общем, для меня это был большой шаг вперёд. Если бы меня спросили, хочу ли я перейти в другой вуз, я бы однозначно сказала нет. Да, признаю, в течение года у меня были такие мысли, я хотела уйти, иногда просто сбежать. Но сейчас я понимаю, что я там, где я должна быть. Здесь мои друзья, у нас очень хороший дружный коллектив. Мы все друг другу помогаем, друг друга поддерживаем. Я рада, что жизнь свела меня с этими людьми. Они принимают меня такой, какая я есть. И меня это очень порадовало, что, например, Майли Трупони, тот же мультфильм, я люблю. Меня можно увидеть на странице много картинок с поняшками, на странице ВКонтакте и в разных соцсетях. Я люблю этот мультфильм, не вижу в этом ничего стыдного. И как раз ребята принимают меня такой, какой я есть. Даже с некоторыми девочками мы вместе любим смотреть пони. И благодаря моим друзьям я научилась принимать себя такой, какой я есть. Также благодаря многим из них я поняла, что нет предела совершенству в плане, что саморазвитие очень важно. И я начала заниматься этим. Я начала читать различную научную литературу сама. Пытаться освоить какие-то... пытаться освоить некоторые программы в плане программирования. И благодаря поддержке не только моих новых друзей, но и друзей, которые со мной на протяжении практически всей моей жизни, я продолжаю совершенствоваться. И те же самые видео на ютубе я теперь не боюсь репостить себе на стенку. И они всячески тоже смотрят их, пишут, что им нравится. Мне это очень радует, что я могу быть собой, и что я наконец-то стала собой. И мне нравится тот этап жизни, в котором я сейчас нахожусь. То есть если бы мне предложили опять же перейти в другой вуз, я бы это всё не променяла, несмотря на то, что, как мне и говорили, я прошлым летом, прошлым летом я активно спрашивала у старшекурсников, каково учиться в ИГУ, каково учиться в Акбуите. И мне давали различные ответы. Одна из девочек сказала, что да, учёба в ИГУ тебе будет казаться то Раем, то Адом. Ну, чаще Адом. Но вот хотя бы за один только коллектив и за то, что я развиваюсь как личность, я хочу здесь оставаться, несмотря на все трудности. И, как говорилось в одном из мультфильмов, пойти по пути наименьшего сопротивления заманчиво. Но если я пойду по такому пути, то это просто буду не я. В общем, как на меня повлиял первый курс, если кратко, то он научил меня работать в команде, это во-первых. И, во-вторых, помог мне найти себя, открыть себя, потому что прошлым летом можно сказать, что я не знала, кто я. Ну, а на этом я заканчиваю своё видео. Спасибо, что посмотрели его до конца. Надеюсь, что кто-то посмотрел его до конца. Всем здоровья и добра, и всем пока-пока!